Каждый день приносит научные сенсации, которые противоречат нашим представлениям о жизни. Последние находки археологов опровергают учебники истории. Новейшие открытия астрономов начисто ломают знания о Вселенной. А достижения биологов рушат, казалось бы, незыблемые истины даже о жизни и смерти. Хотим мы этого или нет, но знания, накопленные человечеством, все чаще оказывают... Ангел-хранитель Земли. Почему на нашу планету ни разу не налетел огромный разрушительный метеорит? Кто и зачем постоянно спасает от гибели человечества? Складывается ощущение, что кто-то всегда находится рядом с нами. И этот кто-то приходит в минуту опасности, как скорая помощь. Осторожно, космическая аномалия. Почему наша Солнечная система похожа на искусственный механизм? Очень велика вероятность того, что Солнечная система имеет искусственное происхождение. Генетический эксперимент. Кто создал условия для зарождения жизни на нашей планете? И почему археологи не могут обнаружить родоначальников первых разумных существ? Многие мои коллеги не сомневаются, что некая цивилизация решила произвести эксперимент. Гнев стихии. Почему катаклизмов и катастроф на Земле становится больше? Система стала нестабильной, потому что было нарушено позитивное биополе Земли. И каким в будущем станет наш мир? Все климатические данные, все говорит о том, что человечеству предстоит пережить крупные наводнения. Принято считать, что человек – это самое важное, что есть на планете. На том простом основании, что он живое мыслящее существо и венец Вселенной. Братья наши, меньшие звери, птицы и насекомые, как известно, тоже живые. Но, как мы, мыслить они не умеют. Живут только рефлексами – поесть, попить, поразмножаться. Поэтому мы считаем их как бы менее ценными. Поэтому мы ставим на них бесчеловечные медицинские опыты. Кушаем их, разводим их и уничтожаем. Но еще менее ценными в шкале человеческих представлений считаются, конечно, растения. Они вроде бы как тоже живые. Распускают листочки, пьют воду, тоже размножаются. Кстати, почти как мы. Помните? Бестиком и тычинками. Но, поскольку мыслить в человеческом понимании одни тоже не умеют, то их мы в расчет не берем. Что возьмешь с дерева? Все же остальное – мертвая природа. Моря и океаны, горы и равнины, камни и почва – все это лишь бездушные декорации для нашей с вами разумной жизни. Пыль и тлен. Так думал человек на протяжении почти всей своей истории. Но так ли это на самом деле? Земля, на которой мы живем, – это живая сущность, дышащая и чувствующая. Об этом говорили еще древние философы. Но в отличие от них, сегодня мы не просто рассуждаем на эту тему. Сегодня мы можем это доказать. Земля живая, хотя бы потому, что она – саморегулирующийся организм. Независимо от активности Солнца, температура поверхности на Земле приблизительно одинаковая. Значит, планета сама ее регулирует. Самый известный человек Великобритании, член Лондонского королевского общества, всемирно известный ученый в области химии, биологии и медицины. Все эти звания принадлежат вот этому пожилому человеку – 90-летнему профессору Джеймсу Эйфриму Лавлаку, которая вот уже более 60 лет занимается изучением нашей планеты и ее роли во Вселенной. В научном мире профессор Лавлак известен как автор сенсационной теории живой Земли. И она гласит, «Планета Земля – это не только живое, но и разумное существо, способное чувствовать, переживать и даже мыслить». Профессор Лавлак утверждает, «Земля – это разумный суперорганизм. Реки, моря и океаны – это кровь планеты. Деревья и растения – легкие, животные – органы чувств. А сердце нашей планеты – земное ядро, которое находится на глубине 20 километров и регулирует все процессы на планете. Магнитное поле, атмосферу, климат и даже природные бедствия. Если хотя бы один из этих органов земного организма выйдет из строя, все живое на планете погибнет. Вот уже миллиарды лет, несмотря на глобальные катаклизмы, этот суперорганизм под названием «Земля» работает как часы. Но почему? По мнению британского профессора, происходит это только потому, что Земля способна к саморегуляции. Проще говоря, как и любое живое существо, наша планета может расти и развиваться, изменяться и адаптироваться. Она может даже заболеть. Именно это, по мнению ученого, сегодня и происходит на Земле. Наша планета болеет. А случилось это потому, что человек нарушает равновесие природы. Система стала нестабильной, потому что было нарушено позитивное биополе Земли. И теперь каждое малейшее воздействие приводит к глобальным последствиям. Именно поэтому постоянно наблюдаются погодные аномалии. То ужасно холодная зима, то аномально жаркое лето. То ливни заливают Дальний Восток. Все это закономерно, ведь баланс нарушен. По мнению профессора Лавлака, Земля, как и любое живое существо, стремится к самосохранению. Именно поэтому она пытается избавиться от человека, когда он начинает разрушать земной организм. И подтверждение тому смерчи и ураганы, засухи и наводнения, землетрясения и цунами, которых с каждым годом становится все больше. Только за последние сто лет количество природных катастроф почти утроилось. Климатических неприятностей на планете стало больше. Это официальная статистика ООН. Вспомните 2004 год, когда в Юго-Восточной Азии произошло сильнейшее землетрясение. Или 2005, когда был фактически стерт с лица Земли американский город Новый Орлеан. Потом были аномальные снегопады в Европе. И так далее. Перечислять можно бесконечно долго. Посмотрите. Эти кадры сделаны в Хабаровске. Крупнейший город Дальневосточного региона практически полностью оказался под водой. А так выглядел Благовещенск еще неделю назад. Лишь за первые 40 минут ливня здесь выпало почти полметра осадка. Жилые кварталы моментально превратились в озера. Волна наводнения накрыла и Комсомольск на море. Уровень воды в реке поднялся до 9 метров. А это уже Китай. Здесь ситуация намного серьезнее. Под воду в Поднебесной ушли целые мегаполисы. Сейчас вы видите, как жители провинции Ляонин пытаются самостоятельно спастись от стихии. Власти не в состоянии вывести всех организованно. Людям приходится самим искать убедаща. В брод или на лодках они выносят детей и самое ценное. Только посмотрите. В Китае подтопление привели к десяткам обвалов и оползней, которые сносят целые кварталы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Все эти катаклизмы происходят потому, что Земля – это разумный организм, который пытается освободиться от людей. Иначе этот организм будет попросту уничтожен. Земля живая. И как любому другому существу, ей нужно бороться за собственное выживание. У нее тоже есть инстинкт самосохранения. И он сработал. Но если ученые прав, и наша Земля действительно живой и мыслящий организм, значит и все остальное – звезды, галактики, черные дыры – тоже живые. А наша Вселенная – это гигантское разумное создание, от внимания которого не ускользает ни один наш поступок – как хороший, так и плохой. Надо сказать, что теорию о том, что все мы – часть единого живого разумного организма, который не склонен к саморазрушению, поддерживает многие известные ученые. Оригинальное доказательство этой гипотезы недавно представил астрофизик Дэвид Нисворны из Юго-Западного исследовательского института в Сан-Антонио. Согласно его расчетам, Земля должна была неминуемо погибнуть еще в самом начале своей жизни. Как известно, тогда в Солнечной системе было 9 планет. Но как только одна из них вышла на земную орбиту и столкновение оказалось неизбежным, неведомая сила вытолкнула нарушителя космического порядка за пределы Солнечной системы, и апокалипсис не состоялся. Наша планета должна была погибнуть еще в младенчестве. Когда 9 планета Солнечной системы сошла с орбиты и неслась прямо к Земле. Но ее будто что-то оберегает. Какой-то космический разум, какое-то космическое равновесие не допускает глобальных катастроф, перекосов, неприятностей. Не допускает того, чтобы система разбалансировалась и все погибло. Удивительно, наша Земля существует миллионы лет, а ничего страшного с ней ни разу так и не произошло. Вопреки всем известным законам физики, кометы в последний момент растворяются во Вселенной. Метеориты необъяснимым образом обходят нашу Землю стороной. А землетрясения и цунами, которые по всем прогнозам должны были уничтожить нашу цивилизацию, вдруг совершенно антинаучным образом внезапно прекращаются. Складывается ощущение, что у нашей планеты есть какой-то неизвестной науке ангел-хранитель, который, нарушая известные законы, отводит от нас угрозу уничтожения. Что это? Неужели случайность? Конечно, хорошо, что наука ошибается. Но почему она ошибается? Быть может, существуют законы, которые она еще не знает, и пока не в состоянии ответить на вопрос, кто охраняет нашу Землю? Вот вам пример. 26 декабря 2004 года. В 00.58 по местному времени, недалеко от острова Суматра в Индийском океане, на глубине 30 километров происходит сдвиг земной коры. Индийская тектоническая плита на огромной скорости врезается в Берманское плато. В результате начинается самое мощное за всю историю человечества землетрясение. Энергии, выделенной в результате тектонического столкновения, хватило бы, чтобы сдвинуть с орбиты Луну. Только за первые несколько секунд землетрясение привело к гигантскому разлому земной коры размером 100 на 400 километров. Затем началось перемещение огромных масс океанской воды, и страшное цунами отправилось в свое смертельное путешествие. Уже через несколько минут после землетрясения 15-метровые волны обрушились на берега Шри-Ланки, Индонезии, Индии и Таиланда. Мощность цунами была настолько огромной, что превысила 5 мегатонн в тротиловом эквиваленте. Это в два раза больше, чем энергия всех снарядов и бомб, взорванных во время Второй мировой. Огромные волны сметали все, что попадалось им на пути. Пришвартованные корабли, здания, дороги и людей. Жертвами стихии стали почти 300 тысяч человек. Однако, по расчетам ученых, землетрясение и цунами такой силы должно было нанести ущерб, во много раз превосходящий действительные масштабы. Некоторые ученые вовсе заявляли о возможном уничтожении всей земной цивилизации. По расчетам, самая гигантская волна за всю историю человечества должна была несколько раз обогнуть весь земной шар, накрыв большую часть суши. Однако, этого не произошло. Огромные волны сумели дойти лишь до соседнего африканского континента, до побережьей ЮАР и Сомали, накрыли Северную и Южную Америку. Но потом стихия почему-то резко пошла на спад, а повторная волна цунами, вопреки всем прогнозам ученых, так и не началась. Почему? Почему, нарушив все законы физики, гигантские волны и мощнейшие землетрясения, которые сократили сутки на нашей планете на 3 микросекунды, не стерли половину человечества с лица Земли? Почему не началась повторная серия подземных толчков и разрушительных цунами? Почему не сработали формулы и подсчеты? Ответа на этот вопрос нет. Пытаясь объяснить этот феномен, ученые сегодня выдвигают сенсационную гипотезу. Нас спасло только внезапное вмешательство какой-то таинственной силы, которая и остановила катастрофу. Что это за сила? Версий много. От законов вселенского равновесия до вмешательства инопланетного разума. Складывается ощущение, что кто-то всегда находится рядом с нами. И этот кто-то приходит в минуту опасности, как скорая помощь. Возможно, есть цивилизация, которая постоянно протягивает нам руку помощи, которая постоянно следит за тем, чтобы наша жизнь продолжалась. К версии вмешательства инопланетного разума в земные дела можно относиться по-разному. Однако вот удивительный факт. Замечено, что наиболее масштабные катастрофы всегда сопровождаются появлением неопознанных летающих объектов. Вот вам доказательства, факты. Если внимательно изучить аномалии, которые в декабре 2004 года фиксировались по всей Земле, то можно прийти к поразительным выводам. Количество аэрокосмических аномалий было зафиксировано почти в пять раз больше, чем за все предыдущие десять лет. Невероятно, но это так. Причем все аномалии, которые удалось запечатлеть на пленку, это, как правило, светящиеся в небе огни. Другими словами, неопознанные летающие объекты. Часто их наблюдают в местах геологической и сейсмической активности, перед крупными землетрясениями, цунами, перед извержениями вулканов и во время извержений. Неопознанные объекты появляются постоянно. В каких-то вот таких ключевых точках, когда происходят какие-то геоклиматические изменения. Либо геологические, либо технологические катастрофы. Очень много странных огней было в 2004 году, во время извержения вулкана, которое унесло около полумиллиона жизней по всему земному шару, вызвав гигантские цунами, которые затопили Индию, Индонезию, даже до Южной Африки дошли. Вот, например, кадры, которые удалось снять туристам, отдыхавшим в Банда-Ачех, столице острова Суматра. Вы видите? Прямо во время цунами, когда люди пытаются спастись от многометровых разрушительных волн, в небе появляется несколько странных объектов. Они как будто зависают над городом совсем неподвижно. Кругом разгул смертельной стихии. А они висят и как будто наблюдают за происходящим. А может быть, этим происходящим и управляют? А вот этот светящийся объект в небе был снят в Таиланде. За несколько часов до цунами. На кадрах отчетливо видно, как яркий объект мгновенно перемещается в небе. Эти светящиеся огни удалось снять уже английским туристам в Индии. Они сделаны за сутки до разрушительного цунами. Внезапно в небе над небольшим курортным городком появилось сразу пять неопознанных летающих объектов. Причем некоторые из них периодически то исчезали, становясь невидимыми, то вновь возвращались. Это землетрясение интересно тем, что появилось огромное количество неопознанных летающих объектов над эпицентром. Из-за землетрясения, собственно говоря, и рождались вот эти волны цунами, которые принесли многочисленные жертвы по всему земному шару. Так что же это за загадочные объекты? И почему они появляются там, где непременно разыгрывается катастрофа? Анализ этих совпадений разделил ученых на два лагеря. Одни считают, что неопознанные объекты – это сгустки колоссальной энергии, которая необъяснимым образом выплескивается из эпицентра трагедии, тем самым уменьшая разрушительную силу разбухшевавшейся стихии. Они своего рода космические громоотводы, которые разряжают катастрофу. Другие ученые, напротив, считают, что аэрокосмические объекты, то есть НЛО, гасят силу стихии, воздействуя на разрушительную мощь землетрясения, как своего рода противопожарный реагент. Без ответа остается только один вопрос – кто управляет этой грандиозной противопожарной системой планетарного масштаба? Останавливает смертельный разгул стихии у той роковой черты, за которой последствия трагедии для человеческой цивилизации могут принять необратимый и трагический характер? Ибо странным образом, самое разрушительное землетрясение и цунами за всю историю человеческой цивилизации однажды прекратилось так же неожиданно, как и началось. Это землетрясение очень резко закончилось. Возможно, в результате воздействия этих летающих объектов на ядро Земли, на напряжение в георазломах, в зонах сейсмической опасности. Возможно, что эти объекты каким-то образом убрали напряжение в земной коре, воздействовав неким сфокусированным гравитационным импульсом, предотвратив дальнейшее продолжение этого землетрясения, в результате которого могло бы погибнуть еще большее количество людей. Как бы там ни было, но согласно статистике, 2004 год действительно мог стать последним в истории человечества. Вспомним, сколько в этом году произошло природных катастроф. И каждая из них могла закончиться совсем не в пользу землян. 128 крупных наводнений, 121 ураган, 5 извержений вулканов и 30 землетрясений. Самыми крупными катастрофами после землетрясения в Индийском океане считается землетрясение в Японии из десяток мощных ураганов на американском континенте. Но каждая из этих катастроф сопровождалась появлением в небе странных объектов, происхождение которых наука объяснить не в силу. Например, вот такие совершенно невероятные видеозаписи были сделаны в мае 2004 года в США. Это торнадо, смертельные воронки которого прошлись по всей территории стран континента. Буря затронули центральную и южную часть США. От восточного склона скалистых гор до среднеатлантических штатов. Синоптики утверждают, что эти торнадо были самыми разрушительными в стране за всю историю метеонаблюдений. Природа бушевала почти 10 дней. Именно в эти дни очевидцам событий удалось сделать огромное количество видеозаписей, на которых неопознанные объекты сопровождают разрушительные торнадо. А может быть и воздействуют на него, всасывая разрушительную энергию. Если инопланетяне существует, если они мыслят примерно так, как мы с вами, ну вот могут они вот такие вещи осуществлять. Но при этом они должны обладать очень огромными энергетическими способностями. Это мы полагаем, что мы знаем все силы. Но ведь может быть еще существуют те такие силы, о которых мы не подозреваем. А тогда нам вообще непонятно будет, как, значит, произвела, и что произвела эта цивилизация, какое воздействие. Для нас оно вообще непонятно произойдет. Посмотрите, на этой записи отчетливо заметен странный объект, который влетает прямо в смерч, и спустя какое-то время совершенно неповрежденным вылетает обратно. Но поразительно даже не это. По словам очевидцев, после появления рядом с вихрями странных объектов, штормовой ветер стихал, а ветряная воронка делалась меньше. Но как такое возможно? Неужели неопознанные летающие объекты действительно способны нейтрализовать силу торнадо? Человечеству известны четыре уровня вот этих полей. Электрическое, магнитное, гравитационное и плазменное. Всеми этими полями могут владеть более высшие цивилизации. Воздействие в основном идет электромагнитное, потому что вся Земля электромагнитная. Если предположить, что эта версия и в самом деле верна, то возникает вопрос, почему тогда неопознанные аномальные объекты возникают в эпицентре разбушевавшейся стихии, так сказать, выборочно? То есть нейтрализуют не каждый ураган или последствия землетрясения, а только те, которые действительно угрожают планетарной катастрофой. По одной из гипотез, неизвестный науке механизм сохранения жизни на Земле лишь сохраняет равновесие, регулирует жизненные процессы, не давая погибнуть всему живому, но и не допуская перенаселения. А вот кто устанавливает эти законы равновесия? Это уже другой вопрос. Они рассчитают, у них больше знаний, чем у нас, что нашей Земле что-то грозит, нам бы надо помочь. Каким образом бы они воздействовали? Ну, самое простое, значит, для нас, по крайней мере, приземляется огромный звездолет и говорит, значит, вот Земли осталось столько-то, грузитесь, ребята, мы вас перевезем на такую-то планету, которая очень похожа на Землю, и там, значит, земная цивилизация будет продолжать свое существование. Ну, представьте, в каких размерах должен быть звездолет на 8 миллиардов народа. И что произойдет при этой погрузке, если, значит, место получит только один из восьми? Нельзя так делать. Значит, нужно делать, по идее, более незаметно. Предположим, избегать катастроф планетарного масштаба нам действительно помогает некий космический разум. Но зачем? Если этот разум действительно существует, какая ему корысть возится с человекообразной мелочью? Как ни странно, ответ на этот вопрос вполне укладывается в рамки нашей земной логики. Ведь гибель даже такой ничтожной частички Вселенной, как наша планета, не может являться личной трагедией только населяющих ее существ. Земля вписана в глобальную систему космического равновесия. А значит, кто-то из вне зорким оком обязательно должен следить за тем, чтобы планета Земля и живущий на ней человек, образно говоря, не наломали бы дров и не создали проблемы другим жителям Вселенной. Мы не одиноки. За нами все-таки приглядывают, нам помогают. И ракеты все-таки не взлетают с ядерными боеголовками в самый последний момент. Что-то их останавливает. И вот эти космические зонды и исследовательские аппараты, летящие с корыстными, скажем так, и военными целями, падают с орбит. Кто-то постоянно мешает нам себя уничтожить. Но и это не все. Некоторые исследователи считают, что тот же заботливый разум, который не дает нам погибнуть, нас и создал. И, скорее всего, это какие-то высокоразвитые обитатели далеких галактик. Судите сами. Например, вот этот шестиметровый рисунок, выбитый прямо в скале, находится на плато Тасили в пустыне Сахара. Обратите внимание, он напоминает человека в скафандре. А вот эта фреска высотой 8 метров найдена там же. На ней еще одно человекоподобное существо. Его головной убор тоже похож на космический скафандр. Таких рисунков в пещерах Тасили обнаружено больше сотни. И все они датируются шестым веком до нашей эры. Если верить официальной науке, уровень развития человека на тот момент просто не позволял создавать такие монументальные рисунки. А значит, в далекие времена к нам действительно могли прилетать инопланетные гости. Возможно, они обучали их письмо, счету, каким-то первоначальным наукам, ремеслам, о чем сохранились в каждой мифологической системе очень четкие представления. Вообще история человечества, которая несколько сотен тысяч лет находилась практически в зачаточном состоянии, а потом вдруг резко поумнела и вышла из состояния примитивной амебы, указывает на то, что нам подсказали, помогли, даже подтолкнули, если хотите, в нужном направлении. Посмотрите внимательно. Эти снимки сделаны на севере Италии, в долине Валь-Каммуника. Местные жители называют рисунки воинами Каммуники. Как и на африканских скалах, на стенах пещер начертаны загадочные образы, вокруг голов которых лучатся нимбы, похожие на шлемы с антеннами. Но, в отличие от рисунков пустыни Сахара, этим изображением не две с половиной, а почти десять тысяч лет. История утверждает, в те стародавние времена человеческая цивилизация только зарождалась. К тому же поразительное сходство со скафандрами из современного мира наталкивает на мысль, что древние люди не просто выдумали, а срисовали космических людей с натуры. Совершенно очевидно, что наши предки сталкивались с НЛО. Они зарисовывали и записывали свои наблюдения. И в наши дни мы имеем возможность с ними ознакомиться. Известный археолог и специалист по древним языкам, швейцарец Эрик Фонденикин, много лет доказывает, и, надо сказать, не без успеха, гипотезу о том, что около 15 тысяч лет назад нашу планету посетили инопланетяне. Их древние земляне и приняли за богов. Отсюда, кстати, вытекает и главный тезис всех мировых религий. Все мы рабы, а боги вроде бы как господа. А за кого еще должен был принять человек с каменным топором в руке? Существ, которые спустились с неба неизвестно как и неизвестно на чем. Так вот, по мнению швейцарского ученого, те, кого древние люди приняли за богов и помогли построить огромные и загадочные сооружения, появление которых традиционная наука объясняет с большим трудом. Египетские пирамиды и величественные сооружения в пустыне Наска, доисторическую обсерваторию Стоунхедж и каменные исполины острова Пасхи. Люди достаточно давно строят циклопические сооружения. Мы знаем и о мавзолеях, и о храмах. Но представить себе, что вот эти самые смуглолицые люди в тазобедренных повязках строят с помощью примитивной техники сооружения, которые даже с помощью современных-то многотонных кранов, невероятных наших достижений и научных технических, построить просто невозможно. Возможно ли, что человечество чей-то грандиозный эксперимент? Некоторые ученые считают, что эта гипотеза вполне имеет право на жизнь. Например, на Земле существует множество раз. Европейская, негроидная, монголоидная, индейская и другие. Но тезис о том, что все они имеют общего предка, а их физиологические различия объясняются лишь климатическими условиями места проживания, имеет немало противника. Сегодня научно доказано, что под какими бы палящими лучами Солнца не гулял европеец, цвет его кожи не изменится, даже если он будет сослан в Африку на целую вечную. Как же в таком случае объяснить происхождение рас? Даже если предположить, что тысячелетия назад люди были более изменчивы в биологическом плане, объяснить необычный разрез глаз у азиатов или темный цвет кожи у негроидной расы не получится. Очевидно, что все они не могли возникнуть от одной обезьяны. А вот заселить планету разными видами первобытных людей и наблюдать за адаптацией, поведением и развитием каждой расы в отдельности было бы очень интересно. Совсем недавно исследователи обнаружили еще несколько доказательств того, что человечество действительно может оказаться экспериментальным подвидом. Изучая космос, ученые столкнулись с множеством аномалий. Одной из них стало неправильное расположение планет по отношению к Солнцу. Известно, что в нашей... Продолжение следует... ...имеет искусственное происхождение, что она специально выстроена, чтобы в ней жили люди. Ведь вы посмотрите, на Земле у нас почему-то оптимальные условия для жизни. Прямо как в теплице, за которой ухаживает заботливый садовод. Надо сказать, что целый ряд ученых полагает, эта кажущаяся хаотичность совсем не случайна. Если внимательно понаблюдать за поведением планет нашей Солнечной системы, то сложится впечатление, что они как будто специально расставлены в неправильном порядке. В качестве примера астрономы приводят Юпитер. Он пятый по счету от Солнца. Если бы наша Солнечная система была устроена, как все остальные, то Юпитер, согласно своей массе, должен был бы находиться вот здесь, между Солнцем и Сатурном. Но если бы Юпитер находился в этой точке, тысячи огромных метеоритов давно бы разнесли нашу планету на куски. И лишь благодаря тому, что Юпитер находится на неправильном месте, наша Земля в относительной безопасности. Миллиарды лет Юпитер буквально примагничивает всех нарушителей нашего спокойствия. Шальные метеориты, беспризорные кометы, всякий мелкий космический сброд и принимает на себя весь удар. Но почему, вопреки всем законам, Юпитер занял такое неправильное место? Почему он не уходит на более привычную для своей массы орбиту, а работает спасателем для нашей Земли? Исчерпывающего ответа на этот вопрос нет. Зато есть фантастическая гипотеза, согласно которой тот, кто обустроил на нашей планете жизнь, тот же и повесил рядом с ним гигантского космического секьюрити с грозным античным именем Юпитер. На наше счастье в Солнечной системе почему-то есть Юпитер, имеющий огромную гравитацию. Эта гравитация притягивает к себе весь опасный мусор, кометы, которые могли бы долететь до Земли и наделать тут массу неприятностей. Конечно, наличие Юпитера сложно объяснить невероятным везением землян, а можно предположить, что кто-то его специально разместил так, чтобы нас охранять. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok что промежуточный слой на самом деле барьер, который сдерживает энергию Солнца, чтобы оно не сожгло нашу планету. В свое время шахтеры придумали себе взрывобезопасную лампу. Для того, чтобы не было взрывов, они с открытым пламенем, так сказать, спускались, они ставили платиновые сеточки. Платиновая сеточка не давала подниматься температуре пламени не очень высоко, соответственно. И температура пламени была несколько поменьше, меньше было метановых взрывов. Но давайте себе пофантазируем и представим, что там нечто невидимое нам, типа что-то вроде платиновой сеточки. Для того, чтобы стабилизировать этот наш источник энергии, там устроены некие силовые поля, стабилизируют это горение. Многие эксперты считают, что Солнце, как и вся наша планетная система, созданы искусственно. Они приводят множество фактов, которые не похожи на случайные совпадения. К примеру, расстояние до любой планеты от Солнца можно вычислить при помощи всего одной элементарной формулы. Нужно лишь знать дистанцию от Земли до Солнца. Такая математичность наводит на мысль, что Солнечная система разрабатывалась по чертежам. В 1972 году для изучения Юпитера специалистами НАСА в космос был запущен аппарат «Пионер-10». Спустя десятилетия, завершив свою миссию, «Пионер» отправился в свободный полет. Автоматическая межпланетная станция достигла окраины Солнечной системы и вылетела за ее пределы, после чего затормозилась неизвестной силой. В 1973 году для исследования Юпитера и Сатурна ученые отправили в космос еще один зонд — «Пионер-11». Как и его брат-близнец, окончив исследовательские работы, аппарат пересек границы Солнечной системы, после чего стал терять скорость и менять траекторию движения. Специалисты были шокированы. По их мнению, оба «Пионера» как будто ударялись о невидимые стенки Солнечной системы. Какая же сила их сдерживает и почему? Исследователи утверждают, выйти за периметр лаборатории не получится до тех пор, пока этого не захотят представители внеземной цивилизации. Нелегко смириться с мыслью, что и все мы, возможно, тоже чьи-то питомцы. И кто-то сильный и добрый возится с нами, не покладая рук, двигает планеты, устраивает поудобнее солнышко, следит, чтобы мы не захлебнулись в паильнике и не слишком передрались. Многие мои коллеги не сомневаются, что некая цивилизация решила произвести эксперимент. И вот подобрали планету или подкорректировали на ней условия и высадили на нее своеобразный десант из живых существ и дали им возможность развиваться. Пирамиды и таинственные подводные города, каменные исполины и таинственные рисунки, которые можно увидеть только с орбиты. Появление этих грандиозных сооружений далекого прошлого мы объясняем просто. Древние люди много упорно трудились. И точка. А между тем, до сих пор ни один инженер не может точно сказать, как все-таки были построены эти пирамиды. Технически для древних египтян эта задача была абсолютно нерешаемой. Но пирамиды есть. Значит, либо мы не знаем чего-то очень важного о древних египтянах, либо пирамиды кто-то более умный построил до них. Если абстрагироваться от инопланетян, которые прилетели с других планет и помогли построить эти сооружения, то остается еще одна гипотеза о том, что до нас на Земле существовала другая, более древняя цивилизация. Какими доказательствами располагают сторонники этой гипотезы? Вот уже несколько десятилетий подряд независимые ученые твердят, что человек произошел вовсе не от обезьяны, а от неизвестных пока науке существ-великанов, которые достигали пяти и даже семи метров. С течением времени человек почему-то мельчал и стал такого роста, как и мы. Эта сказочная версия долгое время считалась антинаучной. Но только до тех пор, пока летом 2011 года, здесь, в Грузии, местные жители совершенно случайно обнаружили удивительную находку. Останки древнего человека, который жил несколько тысячелетий назад. Сейчас вы видите, как исследователи аккуратно пытаются извлечь эти останки, чтобы внимательно их изучить. Эти останки уже стали научной сенсацией, ведь они очень сильно отличаются от всех археологических находок, сделанных за последние 150 лет. Поразительно, но древний человек, найденный в Боржомском ущелье, просто гигантского роста. Больше трех метров. Это интересная находка. Об этой находке я узнал год тому назад, когда ко мне пришли из телестудии и принесли кости. Нижнюю часть бездренной кости и верхнюю часть большей-большей-большей-большей-большей кости. Кости подходили друг к другу. Это явно были кости одного индивида. Кости были довольно крупные. Поначалу исследователи предположили, что найденные останки принадлежат доисторическому человеку, который страдал каким-то неизвестным генетическим заболеванием. Именно из-за них у него и был такой гигантский рост. Но после тщательного изучения находки выяснилось, что никакой мутации у древнего человека не было. Эти выводы произвели в научном мире переворот. Ведь они означали, что археологи нашли останки настоящего великана. Одного из тех, кто жил на нашей планете в доисторические времена. Ну, если взять максимально пять мировых эпох, то обитатели четырех первых мировых эпох были великаны. Долгое время официальная наука считала существование людей-великанов всего лишь легендами. До тех пор, пока не выяснилось. Останки гигантов, подобных скелету, обнаруженному в Боржомском ущелье, исследователи находят по всему миру. В Америке, Мексике, Австралии, Турции и даже в Антарктиде. Их уже более ста. И все они принадлежат людям ростом от трех до пяти метров. Известный антрополог Якимов, директор, бывший директор Института антропологии, он, в общем-то, считал, что эти вот гигантские формы, они достигали пяти метров и весили полтонны. То есть вы понимаете, что существование на планете таких огромных людей, в общем-то, было новостью для антропологов и для всей современной науки. Но почему нам известно о них так мало? Почему эти находки не вносят в научные каталоги? И зачем археологи скрывают информацию об обнаруженных ими останках гигантов? Многие ученые считают, признать, что первые люди на Земле были великанами, официальная наука не может по одной простой причине. Потому что тогда придется согласиться и с тем, что история, которую нам преподают в школе, не совсем правильная. Что развитие человечества на нашей планете могло происходить по-другому. И люди, жившие задолго до нас, вполне возможно были не такими уж примитивными. Находят гигантские совершенно черепа, которые вообще непонятно к чему отнести. Хотя, опять же, по легендам, можно узнать, что когда-то в древности существовала цивилизация великанов. Но эти останки, они настолько не вписываются даже в понимание современное, что о них просто предпочитают молчать. Поразительно. Но версию о том, что первыми людьми на Земле были великаны, подтверждают не только археологические находки ученых, но и мифы, легенды и даже библейские тексты. Вспомнить хотя бы древнегреческого титана Прометея, Блинного Святогора или Голиафа из Библии. Все они, утверждают исследователи, не просто вымышленные персонажи, а доподлинные герои своих эпох. Значит, не случайно ведь во всех у древних народов, там, у греков, у шумеров, у древних индусов, у древних индейцев, у египтян, всюду есть легенда, когда борьба идет. То есть боги борются с этими титанами, с великанами. Вот шла война все время с ними на уровне богов. Это, наверное, не случайно. Даже вспомнить в Библии, там довольно часто упоминаются великаны. Ну, допустим, знаменитое сражение Давида и Голиаф. Это ж ясно, что это был великан. Конечно, современному человеку непросто поверить в то, что мифы и легенды о великанах описывают историю настоящих людей. А между тем антропологи утверждают, древний человек, если он жил на нашей планете в допотопное время, просто не мог быть маленького роста. Ведь тысячи лет назад климат на Земле был совершенно другим. Температура была на несколько десятков градусов выше. Была высокая влажность. А самое главное, содержание кислорода в атмосфере было намного выше. В этих тепличных условиях все живое на планете просто обязано было расти, во-первых, гораздо быстрее, а во-вторых, достигать поистине гигантских размеров. По подсчетам ученых, у нас масса биосферы в те далекие времена превышала современных в 20 тысяч раз. Это означает, что вот были не только динозавры, были огромные деревья, были животными, растительными, все имели огромную форму. Почему тогда разумным существам не иметь огромных размеров? И подтверждений этому есть огромное количество. И археологические находки, изображения богов, изображения царей в том же Египте, в том же Китае, даже в Австралию. Доказательство того, что в древности жили люди-гиганты, как считают исследователи, кроются и в самой древней книге на Земле – Библии. В ней сохранились описания людей, которые жили до потопа. И если соотнести их рост с современной системой измерения, то получится, что они были настоящими великанами. Упоминание о Ное подтверждает это. Его рост достигал 20 локтей – порядка 5-7 метров. И вот как раз считается по одной из легенд, что Ной отплыл от горы Кармель. Там он строил корабль и вот оттуда отправился в свое путешествие. Ну и одновременно с этим, то есть некоторые исследователи, некоторые исследователи считают, что он и его сыновья были примерно там 4 метров роста. Доказательство того, что в древности на Земле жили великаны, можно найти и в древней архитектуре. Посмотрите, это ливанский город Баальбек. А это его главная достопримечательность – храм Юпитера. Еще в древности он был практически полностью разрушен землетрясениями. Но даже оставшиеся руины до сих пор производят на археологов внушительное впечатление. Ведь храм Юпитера – едва ли не самое грандиозное древнее сооружение на Земле. Только посмотрите на эти гигантские колонны. Когда-то их было 52. Правда, до наших дней уцелело лишь 6. Каждый из них в обхвате 7 метров, в высоту больше 24 метров. Эти колонны самые большие в мире. По сравнению с ними, знаменитый афинский Парфенон кажется просто игрушечным. Его колонны, как минимум, в два раза ниже. Руины производят величное впечатление. Особенно, конечно, все-таки производит храм Юпитера. Они как бы висят в воздухе. Когда ходишь, они как бы нависают над тобой, потому что они находятся на этой платформе. Такое ощущение, что они вот так вот парят в небе и куда-то устремляются высоко. Но больше всего археологов волнуют даже не сами здания, а фундамент, на котором стоит комплекс. Посмотрите, он состоит из каменных блоков, каждый из которых весит более 300 тонн. Поверх них расположены три гигантские глыбы, которые принято называть трилитроны. Каждый из этих камней достигает длиной 21 метра и весят, только представьте, 800 тонн. По некоторым данным, трилитроны появились здесь тысячи лет назад. Еще более непостижимо то, что гигантские глыбы были не только вырезаны в скале и доставлены до места установки, но и были подняты более чем на 7-метровую высоту. Они как будто служат таким напоминанием о том, что древние люди могли строить такие сооружения, таких масштабов и таких вот идеальных пропорций. То есть они очень гладко обтесаны, там нет никаких зазубрин, и они очень плотно пригнаны друг к другу и к вот этому фасаду цоколю. Но мог ли древний человек сам без помощи кранов и бульдозеров ворочать эти многотонные глыбы? Мог, утверждают некоторые ученые. Но при одном условии. Если древний человек сам был великаном? Согласитесь, это невероятное, на первый взгляд, предположение многое объясняет. Например, сразу становится понятно, зачем нужно было строить сооружение с такими огромными лестницами и ступеньками, колоннами и коридорами. Для человека среднего роста они слишком велики, зато идеально подходят для гигантцев. Люди, те древние населения, которые жили, там в основном индейцы, например, инки, они говорили, что до нас жили здесь великаны. И они посредством каких-то манипуляций, магических манипуляций, под звуки труб, они как бы поднимали в воздух эти камни и сооружали вот эти гигантские архитектурные какие-то здания. Гигантские древние сооружения, подобные Баальбеку, разбросаны по всей земле. Одним из самых загадочных до сих пор остается остров Пасхи. На этом крошечном участке суши, шириной 17, а длиной всего 11 километров, сохранились огромные каменные стуканы. Объяснить, кто их построил, а главное, зачем, не могут даже коренные жители острова. А многочисленные попытки современных ученых изучить многометровые статуи заканчиваются лишь появлением новых теорий, доказательств у которых практически нет. Есть относительно небольшой объем тех сведений, которые мы можем признать точными. Они проверены, они уже подтверждены и так далее. И очень большой, которые гипотезы. По мнению археологов, древние жители острова изготавливали гигантские каменные статуи, вырезая их из цельной скалы в каменолумне на вершине потухшего вулкана Рано-Рараку. А потом доставляли их на побережье. Но как дикарям, жившим в доисторические времена, удавалось переместить их? Ведь каждый из каменных колоссов весит почти 40 тонн, а в высоту достигает 20 метров. Это как пятиэтажный дом. Мало того, от каменолумни до места установки статуй на побережье их нужно было тащить почти 20 километров. Существуют древние легенды о том, что небесные боги с помощью неких инструментов просто поднимали эти огромные блоки и переносили их с места на место. Все попытки, кстати, современных исследователей повторить подобные вещи оканчивались крахом. В свое время даже пытались перенести блок всего лишь 10 тонн поднять на высоту на несколько десятков метров с помощью современных, так сказать, ну, старых технологий, как считается, насыпных платформ, катков и так далее. А все закончилось неудачей. Некоторые исследователи считают, многометровых каменных и ступанов построили не коренные жители острова, а исчезнувшая суперразвитая цивилизация великана. Причем, скорее всего, предполагают ученые, из вояний изображают самих гигантов, которые раньше жили на Земле. Та раса в странах существ, с длинными, вытянутыми носами, которые изображены на статуях острова Пасхи, она никакому виду людей не принадлежит. Нет такой расы людей. Вот есть люди длинноголовые, как вы знаете, хатон и так далее, с выкинутым черепом. Это есть. А вот такого лица нет ни у одной расы на Земле. С другой стороны, это, очевидно, человеческие лица. В качестве доказательства своих слов сторонники теории о людях-великанах приводят записи бортовых журналов голландского мореплавателя Якоба Роговина, где он описывает свое общение с туземцами острова Пасхи. Согласно этим запискам, на вопросы, как удалось перетащить каменных исполинов, все местные жители отвечали только одно – статуи шагали сами. По мнению исследователей, это значит, что статуи были построены задолго до того, как предки местных жителей приплыли сюда. И, возможно, истинными авторами гигантских статуй были как раз великаны – представители исчезнувшей цивилизации. Эти существа, ну, хотели, наверное, ставить из себя определенную память. Они обладали разнообразными строительными инструментами и, в частности, видимо, неким гравитационным таким инструментом, который помогал переносить большие тяжести с места на место. Однако громадные статуи – не единственная загадка острова Пасхи. Ученые обнаружили здесь странные деревянные дощечки с аэроглифическими письменами. Жители Пасхи называют их «ронго-ронго». Иероглифы не похожи ни на один язык в мире. Ну, это такие плоские, полированные в использовании дощечки. Изображения наносились способом бустрофедон. То есть, одна строка справа налево, другая слева направо. Вот так вот. Это позволяло, как считается, наибольшим количеством знаков покрыть площадь. Расшифровать письмена на этих табличках пока не удалось ни одному ученому в мире. Но, возможно, когда древний язык сумеют прочесть, загадка великанов будет разгадана. Если первые люди и в самом деле были настоящими великанами, то почему мы, их потомки, обычно больше метра девяносто не растем? Исследователи уверены, что все изменил всемирный поток. Он изменил и условия жизни, и климат. И древнему человеку пришлось выживать. Приспосабливаясь к новым условиям, человек эволюционировал и мельчал. В течение долгого времени библейскую историю про всемирный потоп ученые считали красивой легендой. Однако в 1927 году археологи Леонард и Екатерина Вулей проводили раскопки царских гробниц древнего шумерского города Ура, который находится на территории современного Ирака. Неожиданно исследователи наткнулись на 20-метровый слой глинистого грунта без каких-либо признаков жизни. Возможно ли это? Ведь на этом месте на протяжении тысячелетий жили люди, и хотя бы что-то должно было от них остаться. Единственное объяснение, к которому пришли британские археологи, это катастрофическое наводнение поистине глобального масштаба. Так впервые научный мир признал, всемирный поток действительно был. Но значит ли это, что было и все остальное, описанное в Ветхом Завете, но и в Ковчег и люди-великаны, которых Моисей встретил на земле Израилева? Потоп, скорее всего, был. Причем потоп, возможно, был не один, а несколько. И этот потоп был в древности приблизительно в то же время, которым датируют его и Ветхий Завет. Тем не менее, с этой версией согласны далеко не все ученые, хотя большинство из них признают факт катастрофического наводнения в древности. Правда, был ли тот потоп всемирным, или затопил лишь часть нашей планеты, точных данных пока нет. Вероятнее всего, потоп все же был. Другое дело, что он мог не охватывать всей планеты. Действие произошло на какой-то части континента, может быть, даже в северном полушарии. Но в памяти человечества это осталось как что-то жуткое, конец света для жителей того времени, той эпохи, где это произошло. Многие исследователи считают, всемирный потоп, о котором говорится в Библии и прочих древних источниках, был не единственным на нашей планете. Ученые полагают, за последние 20 тысяч лет Земля пережила более шести потопов. Мало того, в скором будущем нас ждет еще один всемирный потоп, уже седьмой по счету. Все климатические данные наблюдения за погодой, увеличивающееся количество осадков на планете, постоянные цунами. Все говорит о том, что человечеству предстоит пережить крупное наводнение. Итак, целый ряд современных ученых полагают, что Земле грозят природные катаклизмы, землетрясения и цунами, которые, мягко говоря, могут значительно осложнить нашу жизнь. Однако другие ученые считают их апокалиптичные прогнозы научным заблуждением. А вот в чем сходятся все ученые. Это в том, что если в одном уголке Вселенной какая-то галактика чихнет, то в другом обязательно кто-то простудится. Вот так выглядит Сатурн. Вторая по размерам планета нашей Солнечной системы. Больше нее только Юпитер. Сатурн – это газовый гигант. Он совсем не похож на Землю. В нем совсем нет твердых пород, горы, скал и водных течений, морей и океанов. Сатурн – самая узнаваемая планета, ведь ее окружают четыре вот таких красивых кольца. Они состоят изо льда с примесями пыли. Кроме того, из всех планет Солнечной системы именно Сатурн обладает наибольшим количеством спутников. Их у него 62. Самый известный из них – это Титан и Энцелад. Благодаря космическим обсерваториям и астрономическим исследованиям ученым удалось установить, что спутники Сатурна богаты полезными ископаемыми – нефтью и газом, которые в будущем могут добывать и транспортировать на Землю межпланетные зонды. Мы следим за малыми небесными телами Солнечной системы. Они богаты минералами и прочими элементами, которые сегодня в недостатке на Земле. Вполне вероятно, что уже через 10 лет наши межпланетные миссии будут добывать их на задворках космоса. Специалистам известно, что несмотря на различия в строении Земли и Сатурна, у этих планет много общего. Например, на Сатурне так же, как и у нас, дуют ветра. Правда, они настолько мощные, что скорость ветра там достигает 1800 км в час. Это почти в три раза быстрее скорости пассажирского самолета. Если бы на нашей планете дули такие ветра, человек точно вынужден был бы вести подземный образ жизни. Впрочем, на этом сходство наших планет не заканчивается. Из-за таких сил Синни зафиксировал этот супершторм на Сатурне. Он так заинтересовал ученых, что за ним начали наблюдать. Из крупнейшего телескопа в Мауна-Кеа. Сегодня мы еще не до конца понимаем, как зарождаются подобные процессы в недрах космоса. Это дело будущего. Невероятно. Но многие исследователи космических аномалий уверены, что подобные климатические явления могут влиять на нашу планету. Ведь мы находимся в Солнечной системе по астрономическим меркам совсем недалеко друг от друга. Что такое 1200 миллионов километров? По космическим меркам это ничтожно мало. Мы боимся взрыва сверхновых, которые удалены от нас в сотни тысяч раз дальше. Так что из-за своих размеров газовые гиганты вполне могут вызывать гравитационные возмущения на Земле. Многие ученые в это не верят, потому что влияние планет друг на друга до сих пор очень слабо изучено. Однако уже давно доказано, что Солнце может воздействовать на Землю. И когда там происходят вспышки, у нас случаются магнитные бури. А значит, и Сатурн может оказывать влияние на нашу планету. В доказательство этому некоторые исследователи приводят климатические катастрофы, которые произошли на Земле в то же самое время, когда на Сатурне бушевал огромный ураган. В 2010 году в Австралии случилась самая мощная за прошедшие 20 лет наводнения, оставившая без крова почти 200 тысяч человек. Эти кадры были сделаны в Австралии, в штате Квинсленд, в декабре 2010 года, спустя всего несколько дней после шторма на Сатурне. Сначала на штат обрушился дождь, который лил целых две недели. Из-за этого сперва оказались парализованы местные дороги. Автомобилисты бросали свои машины, которые просто не могли передвигаться по размытым дорогам. Уровень воды поднялся на 15 сантиметров. Но всего через пару дней он достигал уже больше 70 сантиметров. Местные дома оказались затоплены. Несколько рек вышло из берегов. Трансформаторные станции обрушились, и линии электропередач вышли из строя. Разбушевавшаяся стихия уничтожала все на своем пути. Магазины, кафе и кинотеатры. Затоплен оказался почти весь штаб. Города Брисбен и Логан-Сити. На сегодняшний день гипотеза о том, что стихийные бедствия на Земле являются результатом жизнедеятельности других планет, находит в научном мире все больше сторонников. По крайней мере, совпадение налицо. Причем замечено, что наши земные проблемы зависят не только от активности Солнца, ураганов, которые бушуют на Сатурне, или космических штормов на Юпитере. Влияют на нашу планету и космические объекты гораздо меньшего размера. О том, что мощное извержение вулканов даже на небольших космических объектах могут влиять на нашу планету, предположили еще в конце 80-х годов советские астрофизики. Подтолкнуло ученых к этому открытию наблюдение за ИО. Это спутник планеты Юпитер. ИО оказался самым беспокойным в Солнечной системе. Каждый день на нем извергается больше 10 вулканов. Всего же их, по подсчетам ученых, почти 400. Когда они извергаются, на ДО поднимаются огромные фонтаны сернистого газа. Высотой только, представьте, в 300 километров. А самые крупные вулканы ИО, Локи, мощнее, чем все земные вулканы, вместе взятые. Есть снимки, которые показывают огромные по масштабам извержения, которые немыслимые, допустим, на Земле. Наблюдая за спутником Юпитера с Земли, ученые заметили. Именно в те моменты, когда на ИО просыпается вулкан Локи, сейсмическая активность на нашей планете возрастает в разы. Частично подтвердить эту гипотезу астрофизикам удалось спустя несколько лет. 17 января 2002 года вулкан Локи в очередной раз пришел в активность. Это зафиксировала автономная космическая станция, работающая на орбите ИО. Пролетев сквозь газовый фонтан, который вулкан выбрасывал на высоту 500 километров, аппарат успел взять пробы. После химического анализа выяснилось, что в космос Локи выбросил сотни тонн лавы и пепла. Невероятно! Но всего через несколько месяцев на Землю обрушатся природные катаклизмы. Лето 2002-го. Сильнейшее наводнение в Европе. В конце июня, когда реки уже не выходят из берегов, они вдруг разлились. В Чехии это наводнение стало самым разрушительным за последние 500 лет. Наводнение обрушится и на юг России. Ливневые дожди практически в одночасье смоют на Черноморском побережье Кавказа газопроводы, водопроводы, дороги и тысячи домов. Мы знаем там примеры очень крупных извержений, которые приводили к десяткам тысяч человеческих жертв. Следующее извержение вулкана Локи на Ио был зафиксирован в конце 2004 года. И эта активность тоже привела к небывалым катаклизмам на Земле. 26 декабря 2004 года. В северной части острова Суматра, в Индонезии, начинается землетрясение силы 9 баллов по шкале Рихтера. Оно разламывает земную кору почти на 600 километров вглубь, из-за чего на дни Индийского океана приходят в движение тектонические плиты. Начинается самое мощное за всю историю наблюдений цунами. 20-метровые волны накрывают побережье Индии, Шри-Ланки, Таиланда, Индонезии, Бангладеша и даже Сомали, который находится на другом континенте в Африке, в 500 километрах от эпицентра землетрясения. А это землетрясение и цунами в Японии. Мало кто знает, но примерно за месяц до этой трагедии ученые зафиксировали очередной всплеск активности вулкана Локи. На ИО фиксировался газовый выброс или газовый шлейф на высоту порядка 400 километров. На Земле самое крупное извержение, которое до сих пор мы знаем, это 40 километров. То есть на порядок выше и мощнее. Так выглядел одно из последних извержений вулкана на ИО. Его сфотографировала американская межпланетная станция «Новые горизонты» в августе 2007 года. На кадрах видны лавовые озера невероятных размеров. Они тянутся на сотни миль. Сернистый газ, пепел и куски горных пород выбрасываются в открытый космос, сотрясая спутник Юпитера. Самое удивительное, что спустя неделю после извержения на спутнике Юпитера на нашей планете в Карибском море начался мощнейший ураган Дин. Скорость бушующей стихии в эпицентре достигала 270 километров в час. Метеорологи оценили этот тропический шторм по самому высокому, пятому разряду, по шкале Сафера-Симпсона. Его присваивают, когда шквальный ветер вырывает с корнем кустарники и валит деревья, разрушает постройки, сдувая все вокруг. Ураган обрушился на полуостров Юката, накрыв Мексику с побережья. Из курортных зон началась экстренная эвакуация туриста. Порывами сильного ветра были повреждены линии электропередач, разбросаны рекламные щиты, сорваны крыши бунгало. Отрезанные от цивилизации люди в панике прятались в ближайших гостиницах. В крупнейших городах остановилось производство. Более 400 скважин, приносящих по 3 миллиона баррелей нефти в день, были заглушены. Пронесшись над Мексикой, шторм перекинулся на соседнее государство Белиз. Для этой маленькой страны экономический ущерб от катастрофы составил почти полтора миллиарда долларов. Все эти бедствия на Земле многие ученые связывают с извержениями космического вулкана Локи. Предсказать, как Локи, вулкан на Ио, будет вести себя в будущем, пока невозможно. Чтобы сделать точный прогноз, на спутнике Юпитера нужно установить целую сеть сейсмических датчиков. Это позволит больше узнать о космических вулканах, а значит, поможет предотвратить возможные катастрофы на нашей планете. Правда, по словам ученых, сеть сейсмографов необходима не только на Ио. Устанавливать ее нужно на Марсе и на Венере. Ведь там тоже находятся крупные вулканы. Правда, многие из них считаются спящими. А значит, они очень опасны. Извержение такого масштаба, в общем, вызовет эффекты планетарного масштаба. Это будет достаточно серьезный вызов в плане выживания. По данным Смитсоновского института, который ведет каталог вулканических извержений, начиная с 19 века, количество извержений постоянно растет. Рост вулканической деятельности Земли специалисты связывают с увеличением активности космических вулканов. Ее пик придется на 2035 год. Это, по мнению ученых, может спровоцировать синхронные извержения вулканов Земли. Математические расчеты показывают, если самые мощные вулканы на соседних планетах проснутся в одно время, они могут разбудить все вулканы на Земле. Итак, современная наука утверждает, все мы, дети Вселенной, в самом бытовом смысле. Дыхание далеких галактик мы чувствуем каждое мгновение. Ежесекундно космос пробует нас на прочность. Именно поэтому ученые предупреждают, тектоническая карта Земли, возможно, уже в нашем тысячелетии будет существенно меняться. Появятся новые моря и океаны, материки и острова. Но только один участок на нашей планете останется неизменным, и это наша Сибирь. Только сибирская плата не будет менять свое местоположение, как бы сильно не трясло нашу планету. Нашу Сибирь сейсмологи считают самым безопасным местом на Земле в ближайшие тысячелетия. Районы, где иметь место стык плит, тектонических плит, континентальных плит, океанических плит, они будут зонами наиболее опасными с точки зрения вулканической деятельности и землетрясений. Вот с этой точки зрения, да, Западная Сибирь является зоной, где может обеспечить свое существование относительно безопасное население, поскольку она расположена на как раз практически неделимой, на постоянной, на единой вот этой самой континентальной плите. Неужели Сибирь действительно станет новым ковчегом спасения человечества? Неужели в случае мирового катаклизма самой безопасной окажется именно эта Земля? Ученые уверены, это именно так. Ведь здесь можно выжить, используя богатейшие ресурсы этой земли. Даже когда растают льды северо-ледовитого океана, ну, часть будет только затоплена, самый север Сибири. А остальные территории, от Урала до Дальнего Востока, конечно, наиболее благоприятное положение будет. Но это приносит определенную опасность, конечно, уже для России. Сибирь с каждым годом все больше и больше интересует иностранных граждан. Для освоения этих территорий США используют свое главное оружие – доллар. Гектар за гектаром земли переходят к новым владельцам. Уже сейчас началась активная скупка земель на Алтае, которую проводит корпорация, которая так и называется Алтай-Сион. Это динонсирует израильский капитал для создания там целых поселений. Ну и далее, конечно, идет скупка не только для заселения, не столько даже для соседей, сколько для сельскохозяйственного производства, для выращивания сельскохозяйственных продуктов и зерна, в частности. Официально в России продажа земель гражданам иностранных государств запрещена. Покупатели действуют через подставные фирмы, создают специальные паевые инвестиционные фонды и заключают сделки. Но почему иностранцы так активно стремятся сюда? Чем вдруг стала так привлекательна территория Западной Сибири? Едва ли не каждый рейс из Америки доставляет в города этого региона все новых и новых потенциальных сибиряков. Тех, кто уже сегодня решил застолбить себе место под солнцем. Ну вот я в самолете возвращался в Москву, летел парень. Жара там 26-27 градусов было. И вдруг смотрю, парень в ушанке. Такой меховой. Думаю, что за чудак? Нет, нормально. Оказывается, это он летит изучать Сибирь, знакомиться с Сибирью. И нет, чтобы эту шапку там куда-то в багаж он надел, чтобы все видели, что он едет в Сибирь. Но неужели в современном мире кто-то всерьез может претендовать на чужую территорию? Как это ни странно, аналитики относятся к таким сценариям довольно спокойно. Во-первых, о будущих войнах рассуждают многие. Например, в США в специальных изданиях вовсю обсуждается возможная война с Китаем. К тому, надо сказать, немало объективных причин. А что касается нашей Сибири, так ведь вопрос интернационализации исконно российской территории, если кто не помнит, поднимала еще Маргарет Тэтчер в середине 80-х годов, озаботившись запасами питьевой воды нашего Байкала, которые, по ее мнению, должны принадлежать всему человечеству. Ну а теперь представьте, если вдруг действительно будет угрожать какой-то глобальный катаклизм, тут уж будет точно не до сантимента. Кто в шлюпку сел, тот и спасся. Одно из пророчеств Кейси говорит о больших изменениях, которые произойдут вдоль Атлантического побережья. Под воду сначала уйдут Нью-Йорк и Коннектикут. И это будет только начало. Американский врач Эдгар Кейси, прославившийся точностью своих прогнозов, например, предупреждал. Разломы земной коры произойдут во многих местах. Вначале на западном побережье Америки, а затем уйдет под воду и северная часть Гренландии. Эдгар Кейси был медиумом. Он погружался в особое бессознательное состояние, и информация проходила через него. Когда он совершал свои предсказания о странах, он говорил о них как о людях. В штате Вирджиния в 1931 году Эдгар Кейси основал исследовательский институт. Он действует и сегодня. Здесь даже есть его музей. Все его прогнозы современные ученые подвергают тщательному анализу. Рассчитывают масштабы грядущей катастрофы. Здесь говорят, чтобы прогнозы Кейси сбылись, достаточно, чтобы магнитные полюса Земли сдвинулись всего на один градус. Крупные города в США погибнут. Сан-Франциско, Лос-Анджелес и Нью-Йорк будут разрушены. Кейси говорил, что человечеству, может, не будет дано ни одного дня. Все произойдет очень быстро. Верить в эти прогнозы, конечно, не обязательно. Но история показала, почему бы и нет. Доктор Кейси спрогнозировал две мировые войны, назвав даты их начала и окончания. Напророчил экономический кризис 1929 года. И даже описал в подробностях катастрофические события на финансовых биржах. Процент его попадания, вот его прогноза, в общем-то, выше среднего, так будем говорить, уровня. Все Тихоокеанское и Атлантическое побережье Соединенных Штатов, Канады и дальше, и южно, будут затоплены. Это уже не предсказатели, а ученые рассчитали. А для Америки эта катастрофа вдвойне, втройне, потому что самые мощные города, Нью-Йорк, Бостон там и так далее, они как раз на побережье. Прогнозы американского врача действительно подтверждаются фактами. В августе 2005 года в районе Багамских островов метеорологи зафиксировали зону формирования мощного циклона. В считанные часы он набирает невероятную скорость. 23 августа восточное побережье Соединенных Штатов Америки накрывает ураган, которому был присвоен пятый, самый высокий уровень опасности. Катрина. Самый разрушительный ураган за всю историю Америки. Под воду ушли Новый Орлеан и Луизиана. Погибли около двух тысяч человек. Неужели предсказания Кейси уже начали осуществляться, и Америка может быть затоплена в самое ближайшее время? Слова знаменитого провидца подтверждают исследования ученых разных стран. Общепризнанный факт. Мы живем в межледниковый период. А это значит, что потепление – неизбежный процесс. И действительно сложно не увидеть вот те процессы, которые происходят сегодня. Даже горожанин в мегаполисе сталкивается с бархатной зимой или со знойным летом в умеренной средней полосе России. Надо сказать, что в Америке события последних лет – цунами, землетрясения – многие воспринимают как сигнал к действию. Мало кто знает, но в США давно существует целая программа на случай непредвиденных катаклизмов. И подземные ангары строят на случай космической непогоды, и продуктами запасаются. Даже банк земных семян и растений создали и спрятали подальше, если вдруг на планете исчезнет все живое. И это совсем не фантастика, а нормальный американский прагматизм. Есть сообщение о том, что в Америке строят, возможно, лагеря для беженцев. Год назад была информация о том, что журналисты обнаружили миллион пластиковых гробов. Американцы готовятся всерьез к этому. Вообще нужно сказать, что у западной элиты есть одно очень хорошее качество. Эта элита, которая выкована последними двумястами-тремястами лет, они не просто планируют будущее, они его создают. Надо сказать, что интерес к российским территориям у Запада, как говорится, в крови. Кстати, официально это было заявлено еще в 19 веке. Мало кто сегодня помнит о том, что еще в 1884 году на Берлинской международной конференции была принята любопытная резолюция. Согласно этому документу, страна, которая сама не может правильно освоить собственные ресурсы, должна передать это право более развитым соседям. Вы чувствуете, как давно дует этот ветер перемен? Прикрыто это было якобы тем, что это речь идет об Африке. Но про Африку никто бы тогда и говорить не стал. Африку бы нагнули и никто не спросил. Это была черная метка России в расчете на то, что молодой царь Александр Третий сморгнет. А он не сморгнул. И с Россией тогда стали действовать по-другому. С помощью Витты ее посадили на иглу, на золотую иглу, и начали выкачивать средства. Но накануне грядущей катастрофы, из неиссякаемого источника ресурсов, Сибирь превратилась в единственный берег надежды, на котором можно будет спастись от гибели. Тот, кто завоюет эту территорию, в награду получит весь мир. Ведь неизвестно, останется ли кто-то в живых на остальных континентах Земли после глобальной катастрофы. Огромное количество сейчас исследований, посвященных нарастанию этой катастрофы, показывает, что это реальная вещь, и практически все правительства мира к этому готовятся. Отсюда такой резко усилившийся интерес к Сибири. Ну и, наконец, есть еще один аспект. У американского спецназа есть поговорка. Если ты выглядишь как еда, значит, тебя обязательно сожрут. Россия представляется сейчас Западу слабой страной. Но эта слабость продлится недолго, уверены исследователи. Ведь об этом говорили многие пророки. Одна только Ванга несколько раз предсказывала величие России. Даже утверждала, что в будущем Болгария войдет в состав Возрожденного Союза. А самый известный прогноз записан еще в 1979 году. Предсказание. Все остается, словно лед. Только одно останется нетронутым. Слава Владимира, слава России. Слишком много принесено в жертву. Никто не сможет остановить Россию. Все сметет она со своего пути и не только сохранится, но и станет властелином мира. Любое упоминание об этом предсказании тогда было под запретом. Боялись, что слово «Россия» вместо «Советский Союз» пророчит распад Союза. И еще одна загадочная фраза. Слава Владимира, о ком говорила Ванга почти 20 лет назад. Уже перед самой смертью, тяжело больная, Ванга сделала свое последнее пророчество для нашей страны. Очертила руками большой круг и сказала. «Россия вновь станет великой империей, прежде всего, империей духа». Многие современные исследователи уверены, что даже если человечеству суждено пережить какую-то глобальную катастрофу, люди не исчезнут совсем, зато сильно изменятся. Если глобальная катастрофа случится, то это, скорее всего, приведет к тому, что человек, как живое существо, сильно поменяется. Возможно, он изменится внешне, появятся какие-то новые органы, помогающие выживать на планете. Но кроме внешнего изменения, изменится и сознание человека, его отношение к миру и осознание себя в этом мире. Странно. Таких пророчеств очень много, как и прогнозов конца света. А с нашей Землей ничего не происходит. Почему? Ученые ошибаются? Нет. Просто наша планета не так уж беззащитна. Магнитное поле Земли. Вот передовой отряд нашей планетарной обороны. В самом центре нашей планеты есть жидкое металлическое ядро, которое представляет собой огромный магнит. От него на поверхности в космос исходит невидимая энергия – магнитное поле. Оно окружает нашу планету. Благодаря ему Земля защищена от пагубного влияния солнечной радиации и мощных вспышек на Солнце. Протуберанцы, так называемые, это потоки, это такой энергии. И, естественно, человек ощущает на клеточном уровне вот эти выбросы солнечной активности. И, естественно, Земля, вода, Земля, недра, они и реагируют на это. Естественно, приходят в движение и глубокие подземные силы. Исследовать магнитное поле Земли ученые начали еще в 1600 году. Именно тогда известный английский физик Уильям Гильберт предположил, что наша планета похожа на магнит. Однако систематические наблюдения за земным магнетизмом начались только спустя 150 лет. Кстати, благодаря выдающемуся русскому ученому Михаилу Ломоносову. Он предложил организовать сеть обсерваторий, которые фиксировали бы изменения магнитного поля планеты. Однако в середине 20 века, когда наука сильно шагнула вперед, выяснилось невероятное. Магнитное поле Земли с каждым годом ослабевает. Резкое ослабление магнитосферы Земли началось в 1990 году. Более чем за 20 лет ее напряженность уменьшилась почти на 2%. А в некоторых регионах планеты даже на 10. На этой графической модели мы видим желтые и синие линии. Они обозначают южные и северные магнитные полюса. Когда магнитные и географические полюса совпадают, мы наблюдаем правильную геометрию. А вот то, что мы видим сегодня. При движении магнитных полей навстречу друг другу, линии начинают запутываться. Это значит, что два магнитных полюса сольются в единое целое. И его сила ослабнет до нуля. Вот если в момент инверсии магнитное поле Земли вообще пройдет через ноль, его не будет, то, соответственно, Земля окажется совершенно беззащитной перед потоком от солнечной плазмы, от космических лучей. И это приведет к тому, что у нас там ледники растают, а все живое погибнет под потоком, уничтожающей радиацию. Чтобы все магнитные полюса слились в одно целое, должно пройти много времени. Но уже сейчас они движутся навстречу друг другу и за счет этого образуют некий просвет. Ученые выяснили, именно в те самые моменты планету обуревает разгневанная стихия. А значит, чем чаще такие окна появляются, тем больше природных аномалий происходит. Пока такой предполагаемый сценарий этой инверсии, если, допустим, эта инверсия произойдет, то поле уже утратит свой дипольный характер и как раз будет состоять в основном из таких вот крупных аномалий. Некоторые физики считают, что с каждым годом сила магнитного поля падает. А значит, через полвека тайфуны, наводнения и землетрясения по мощности будут превосходить нынешние в десятки и даже сотни раз. Предвестниками неминуемой катастрофы уже стали животные. У них существует своя внутренняя навигационная система. Некий магнитный компас, данный им от природы. Когда магнитосфера барахлит, мигрирующие звери теряют ориентир и могут месяцами беспомощно блуждать в поисках дома. В январе 2012 года в американском штате Массачусетс на побережье выбросилось сразу несколько ста дельфинов, общей численностью более 100 особей. Ученые считают, что млекопитающие просто потерялись в открытом море и обессилевшие оказались на суше. За месяц до этого в США на жителей Арканзаса обрушился град из мертвых птиц. 200 черных гроздов погибли, сбившись с намеченного курса. Ученые утверждают, падение напряженности магнитосферы связано с переполюсовкой Земли. Мало кто знает, что за прошедшее столетие Южный магнитный полюс переместился из Антарктиды в Индийский океан на 600 километров, а Северный из Канады почти добрался до Сибири. Исследования показали, если магнитные полюса и в дальнейшем будут двигаться, то через некоторое время они полностью поменяются местами. Когда это случится, магнитный щит Земли временно пропадет, и тогда человечество ожидает катастрофы серьезней, чем все разрушительные стихийные бедствия вместе взятые. Когда магнитосфера Земли исчезнет, планету захлестнет глубокий экономический кризис. Ведь в эпоху цифровых технологий вся важнейшая информация хранится на жестких дисках, которые мгновенно размагнитятся. Правительственные военные базы данных, засекреченные архивы, результаты культурных и научных исследований все исчезнет. Кредитки, проездные билеты, автомобильные права, карты социального и медицинского обслуживания превратятся в бесполезные куски пластика. Более того, из строя выйдут все электрические, навигационные и коммуникационные приборы и спутники, находящиеся на земной орбите. Начнут падать самолеты и сходить с рельсов поезда. Пропадет интернет и мобильная связь. Глобальные боевые системы дадут сбой, из-за чего начнется неконтролируемый запуск ракет, и многие страны будут уничтожены. Вот эта угроза выживания человечества, она всегда, когда мокла в меч, будет висеть. Как бы мы не продвинулись, как бы следующее поколение, что бы там ни изобрели, все равно эта угроза будет висеть. Но самое страшное даже не это. Магнитное поле перестанет удерживать атмосферу, и спустя некоторое время озоновый слой начнет разрушаться. Всего за несколько недель он истощится, и человечество окажется во власти космических лучей и солнечной радиации. Начнутся мутации всех живых организмов на нашей планете. Земля превратится в огромный Чернобыль. Сценариев, последствий исчезновения магнитосферы много, и все они плачевны. Не будем в это вдаваться. Могу сказать только, что если бы не земной магнетизм, мы все давно бы погибли. Это однозначно. Солнце станет оружием массового поражения. Раскаленная плазма от него начнет проникать глубоко в атмосферу, оставляя страшные ожоги на коже человека. Температура на Земле поднимется в среднем на 30 градусов. Начнется таяние ледников. Со склонов гор сойдут гигантские оползни, которые уничтожат близлежащие города. Уровень воды в Мировом океане поднимется на 7 метров. Все острова и прибрежные страны будут затоплены. Это кажется, что это ерунда, ничего страшного, потому что мы привыкли к каким-то катастрофическим оценкам. Там 30, это все спекуляции, конечно, никаких 30 метров не будет. Ученые уверены, смена магнитных полюсов Земли неизбежна. Просто потому, что этот процесс зарождается в ядре нашей планеты и контролировать его невозможно. Однако самое опасное то, что на протяжении более чем 100-летнего изучения земного магнетизма специалистам не удалось выявить цикличность инверсии. А это значит, что магнитосфера может исчезнуть как через несколько миллионов лет, так и уже завтра. Прогнозы действительно тревожны. Однако все ли так безнадежно? Нет, конечно. Ученые утверждают, что это лишь один и самый неблагоприятный прогноз. Дело в том, что изменение магнитного поля Земли планета переживала не раз. Последний раз это случилось 780 тысяч лет назад. Именно тогда изменился климат на планете, что, как полагают ученые, и привело к вымиранию древних обитателей нашей Земли. Но, во-первых, этот процесс занимал тысячи лет, а не с понедельника по пятницу. А во-вторых, мы ведь не динозавры, чтобы позволить себе исчезнуть с лица Земли только от того, что в Африке будет лежать снег, а на северном полюсе распустятся дельфан. Это была территория заблуждений. Я желаю вам космического счастья, вселенской удачи и вечной любви. Вместе с вами был Игорь Прокопенко. До встречи на просторах вселенной уже в следующий вторник, но не в 8 часов вечера, как это было раньше, а в половине девятого. Но и это еще не все. Прямо сейчас вас ждет пища богов. Не переключайтесь, потому что будет вкусно. Субтитры создавал DimaTorzok